МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия по наследству. В династии учителей из Гуниба продолжает супружеская пара. Они стали победителями конкурса «Семья года». Все подробности в выпуске. 16 медалей на соревнованиях в Сочи. Дагестанские дзюдоисты достойно представили республику на чемпионате России среди слабовидящих. Задолженность по зарплате в Дагестане выросла до 55 миллионов рублей. Как сообщают в территориальном органе государственной статистики, долги накопили несколько организаций республики. Основные причины – отсутствие организации своих средств и несвоевременное поступление денег из регионального бюджета, поясняют в ведомстве. В Дербенте задержаны серийные воры. Двое молодых людей вскрывали местные магазины и аптеки. После очередной кражи они попытались скрыться и были пойманы. Сотрудники полиции задержали воров. Какое наказание им грозит, узнавал Камиль Девятов. Они наживались на серийных кражах. В основном брали магазины и аптеки. Как правило, на работу молодые люди выходили поздней ночью или ранним утром. И неизвестно, сколько бы длилась хроника их преступлений, если бы неграмотные действия полицейских. Хотели легкие деньги, а получили камеру, решетку и весьма нерадужные перспективы на ближайшие годы. Первая кража была совершена в 4 утра 23 февраля. Злоумышленники вскрыли монтировкой рольставни торговой точки и похитили продовольствие и табачные изделия на значительную сумму. После чего скрылись. Двумя днями позже подельники попытались совершить еще одну кражу. В 2 часа ночи, пытаясь проникнуть в магазин, они уже почти взломали входную дверь. Однако оперативные действия прибывших на место полицейских помешали им довести дело до конца. Следственным отделом МВД России по городу Деменбент возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 ст. 30 и по части 2 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что данные лица и раньше совершали аналогичные преступления. В настоящее время подозреваемые и задержаны. Расследование уголовного дела продолжается. Камиль Девятов, Дауд Гарсанов, телеканал ННТ, Дербент. Частые случаи ДТП с участием пешеходов не могли остаться незамеченными сотрудниками ГИБДД. Работники ведомства совместно с Управлением образования города Махачкалы провели профилактическую акцию с привлечением детей из школ столицы республики. Около ста юных инспекторов раздавали всем прохожим буклеты с информацией о важности соблюдения ПДД. Здравствуйте, я ученица 8-го лицея Магомедова Ширия, участница российского движения школьников. Пришла поучаствовать в акции «Пешеход». Учите правила дорожного движения. Всем удачи! Ребята команды ЮИД школ города Махачкалы раздают листовки, буклеты, в которых расписаны правила дорожного движения. Акцию мы сегодня управлением образования проводим совместно с ребятами, сотрудниками ГИБДД. С кем мы сотрудничаем постоянно и проводим регулярно в течение всего учебного года мероприятия. Участникам акции рассказали об ошибках, которые часто и становятся причиной ДТП. Вблизи обозначенной пешеходной линии им напомнили о том, как безопасно переходить улицы. На сегодняшний день у нас в городе Махачкале с января текущего года зарегистрировано 9 дорожных транспортных происшествий с участниками пешеходов и погибших нету и 9 травмировано. Эти мероприятия мы проводим ежедневно и в школах, профилактируем именно по школах и дошкольным подчинениям с детьми по профилактике детского дорожного транспортного материала. Около 280 тысяч сертификатов на материнский капитал выдано в Дагестане с начала действия программы. Об этом сообщают в региональном отделении пенсионного фонда. На данный момент улучшение жилищных условий является самым популярным направлением расходования средств капитала среди дагестанских семей. Напомним, в связи с востребованностью программа была продлена до 31 декабря 2021 года. В 2019 году она продолжает работать с учетом новых направлений. Так появились ежемесячные выплаты за второго ребенка, которые предоставляются, если малыш родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. А годовой доход семьи невысокий. Выбор профессии как семейная традиция. Герои нашего следующего сюжета – супружеская пара, достойные представители целой династии учителей из Гунипского района. Профессия обоим досталась как по наследству. Стали они и победителями масштабного всероссийского конкурса «Семья года». О том, как они продолжают дело своих предков, расскажет Патимат Ханапова. Это Джамал Удин рассказывает о своей династии учителей. Сейчас он директор школы, которая сначала руководил его деда, после дядя. Родному селу республики его родословное подарило около 30 педагогов. Среди них – герой нашего сюжета вместе с женой. И вот их многолетний труд получает признание на федеральном уровне. Ахмедовы становятся лучшими в номинации «Семья хранителей традиций» на всероссийском конкурсе. Традиции, которые у нас зародились, это начал даже, наверное, прадед, когда отправил дедушку учиться математике. И в 56-е годы мой дед работал в этой школе. Где-то 30 лет он был директором школы. Моя мать работает тут тоже, учительница русского языка. Я учитель математики, прад, учитель физики. Это была их первая поездка в столицу в полном составе с двумя дочерями. Он учитель математики, она библиотекарь. Шутят, что живут они практически в школе, а домой только под вечер. Поужинать и поспать. Дело свое они любят, что подтверждают и коллеги. Мы работаем уже 20 лет вместе. Все эти 20 лет он проявляет одни из лучших качеств. Он заботится о каждом человеке в коллективе, относится с пониманием и с уважением к каждому из нас. Он прежде всего является ответственным и требовательным по отношению к себе. И только потом, по отношению к другим людям. Продолжение последует. Во всяком случае, такую надежду дает младшая из дочерей. Старшая уже решила, будет юристом. А вот по темат не против, стать как папа математиком. А ты выбрала бы профессию папы? Вот у вас все математики. Ты хотела бы стать математиком? Да. Я еще не исключаю, что я пойду по путям отца. «Семья года» – это не единственный конкурс, в котором приняли участие Ахмедовы все семьей. У них немало победы в других образовательных стартах. И вот в планах участия еще в одном проекте. На этой победе в этом конкурсе «Семья года» все не закончилось. Все это еще продолжается. Вот я недавно получила вот такое еще одно письмо от управления образованием, положение о всероссийском конкурсе журналистских работ. И в одной из этих номинаций «Жизнь замечательных семей» я буду участвовать. И к этому положению я уже подготовила статью. Раисат и Джамалудин своим примером приучают детей к труду и любви к знаниям. Главное, признаются они, чтобы девочки были специалистами своего дела и честными людьми. А вот какую профессию выберут дети, покажет время. Ватимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Гунипский район, Кегер. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Дагестанский подросток попросил лишить его мать родительских прав. 16-летний парень из Избирбаши написал на своей странице в соцсетях, что его мама ведет асоциальный образ жизни. Он просит власти применить к ней административные меры. По словам мальчика, мать избивает его, младшего брата и сестру. К делу подключился Следственный комитет. Все обстоятельства выясняются. Платила зарплату мертвым душам. Директор Степновской школы Кизлярского района фиктивно трудоустраивала педагогу и технический персонал. Таким образом, она похитила более 7 миллионов рублей. В отношении нее собран материал по статье «Мошенничество». У Акушинского района новый глава. Им стал заслуженный тренер России Покудо Махача Блукеримов. За него отдали свои голоса 42 депутата из 57. Абдул Керимову 37 лет. Ранее он занимал должность директора Акушинской спортшколы, а также был президентом Федерации Кудо Республики. В Дагестане умерла последняя жительница села Карада. Караденцы давно переселились на новое место, и в селе оставалась только одна жительница. 83-летняя бабушка Патимат, которая отказалась покидать родной аул, несмотря на уговор родственников. Женщину часто навещали туристы. Новость о ее смерти быстро распространилась в соцсетях. Сингапур, Париж и Гонконг названы самыми дорогими городами мира по версии журнала Economist Intelligence Unit. В этих мегаполисах стоимость жизни на 7% выше, чем в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку. Лос-Анджелес по сравнению с прошлым годом поднялся на несколько пунктов и разделил десятое место с Тель-Авивом. Самым дешевым городом журнала признал столицу Венесуэлы – Каракас. Немного дороже жизнь в Дамаске, Ташкенте, Алмате и Бангалоре. Дагестанские дюдаисты выиграли 16 медалей на соревнованиях в Сочи. Там проходил чемпионат России под дзюдо среди слабовидящих. Лучшие результаты на турнире показали Абдулла Курамагомедов, Руслан Албагачиев, Заур Джабраилов, Аминат Магомедова, Зейнаб Гаургашвили. Все они стали обладателями золотых наград. Помимо этого в активе дагестанцев четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Призеры в середине июня отправятся на чемпионат Европы. Там же определяются кандидаты на поездку в Токио, где пройдут в 2020 году Паралимпийские игры. Завтра юношеская сборная России по футболу стартует в элитном раунде чемпионата Европы. Турнир среди игроков не старше 19 лет будет проходить в Краснодаре. Вызов в национальную команду получил нападающий Анджи Гамит Агаларов. В первом матче подопечные Андрея Гордеева встретятся со сборной Азербайджана. А еще через три дня россияне сыграют с Румынией. 26 марта наши футболисты померятся силами со сверстниками из Ирландии. Лучшая команда из этого квартета попадет на главную часть чемпионата Европы, который пройдет в середине июля в Армении. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!